Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Что-то сегодня с самолетами? Плохо. Плохо летают. Борт Новосибирск-Москва подал сигнал тревоги, находясь в небе на Дудмурте, и лайнер экстренно снизился, продолжает полет. Предположительно, на борту Airbus A320 сработал датчик разгерметизации и собирается садиться в Перми. А перед этим я рассказывал, что из Владивостока в Москву экстренно приземлился в Хабаровске. Якобы была угроза безопасности самолета. Надо же! В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы. Надо же, а! В школе номер 14-15 учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа. После окончания перемены она не выключила кварцевую лампу. Ну, ясен пень. Все равно, что на сварку смотреть или на вот эту кварцевую лампу. Ну, в общем, ее уволят. Ну, детям вроде ничего. Так, отпустили домой. Так, ладно. Москва. Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 марта. Так, 41% ювелирная, косметика, парфюмерия 40%. Подарочные сертификаты будут рады получить 31% россиянок, а 23% хотят, чтобы им подарили турпутевки. Я думаю, многие женщины на моем канале согласятся посмотреть «Лебединое озеро». Так, ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию. Раскрытая Конституция с криколором, под ней слоган со словами «Наша страна, наша Конституция, наше решение». Какая-то дичь. Там вообще запутаешься. Там черт ногу сломит в Конституции. Это все равно, что Россия будет голосовать за поправки, ну, не знаю, в архитектурный справочник какой-нибудь. Так, в Рязани едят грибы с глазами. Их едят, а они глядят. В Рязани главврач ОКБ сообщил о планах развития присоединенных больниц. Это тоже какая-то чушь. Ой-ой-ой. Че тут измерительные приборы, браслеты? Браслеты? Ой-ой-ой. Еще какие-то, какой-то менеджмент, мониторинг. Господи, ну вылечите хоть кого-нибудь. Менеджмент с мониторингом. Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева из 200. Ну, Влад Листьев, да. Об этом в интервью Алексею Пивоварову, не знаю, кто Пивоваров, намекнул один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийстве журналиста. Загадок в этом случае для нас нету в этом деле. Да, мы всех знаем уже. А кто, кто? А не, ничего не говорит. Ну, как можно сказать? Он в Кремле сидит. Конституцию меняет. Apple заплатит до 500 миллионов за замедление работы старых моделей iPhone. Да, они что-то плохо стали работать, и вот они заплатят 500 миллионов. Но не каждому. А каждому получится по 25 долларов. Вот что я не люблю, так это Apple, ребята. Вот у меня к нему какой-то, я не знаю, и символ какой-то, разгрызенное яблоко. Не люблю Apple, все. Так, комплексы, деливации, ПВО готовят. Для, значит, для парада. Ой, 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 впервые покажут на параде. Тетя Надя на параде, молодой комиссар. Ну, и что там еще будет? Шойгу рассказал. 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца. Боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец» с новыми боевыми модулями «Кинжаль» и «Эпоха». Господи, Господи. Семейство защищенных автомобилей «Тайфун». Семейство. Папа, мама, дочка, бабушка. Дичь какая-то. О, задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе. Я вам рассказываю. Нет, мы даже не думали. Нет, да вы что. И попробуйте доказать, что они задумывали на самом деле, да. «Лентарру» в Турции сообщили о гибели мирных жителей после удара ВКС России. Ну, вот так, ребята. Опять. Москва долбонит по населённым пунктам. Господи. Российский подросток застрелил отца-тирана. Отец какой-то у него тут был. Буйный. Многодетная семья. Забайкальский край. Избивал. Жестоко обращался с другими детьми. После очередной ссоры молодой человек взял спрятанное ружьё и дважды в него выстрелил. Мужчина скончался на месте. Это, сколько ему, 17 лет, Забайкальский край. Надо же. Тоже на ленте. Российские стюардессы и пилот сбежали из карантина в Москве. Наверное, там плохо. Они все бегут что-то. Вот все бегут. Да, сбежали из-под карантина. Мрак, убивший дочь из-за хлебных крошек, а Митчика получила 11 лет тюрьмы. Ну, это вот, ну как, вот это опять. Я не буду подробностей, ребята, но опять она свою дочь убила. Уж за что, как, чего, неизвестно. Ужас, ужас. Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсудина. Ну, вы Шамсудинова помните, да? Который застрелил там своих обидчиков. Оказывается, там вообще вся часть отдавала, ну, как, не знаю, оброк, что ли, каким-то этим криминалам, каким-то бандитам. Ну, это как вот так может быть, а? Мрак, мрак. В Чите на митинг в поддержку президента Владимира Путина пришли восемь человек. Оью. Организатором стал забайкальский блогер Алексей Закружный, автор ютюбе канала Леха Кочегар, у которого больше 65 тысяч подписчиков. Как сообщается, Закружный решил устроить митинг для того, чтобы подтвердить или опровергнуть официальную статистику, согласно которой российского президента поддерживает 86% жителей. Ну, да, 8 человек. Угу. Турец ТФ-16 сбил еще один сирийский самолет. В Сирии нет самолетов своих, это все российские самолеты и летчики. Пилот успел катапультироваться. Ох, ох. Так. Российский самолет вернулся в Москву из-за технических неполадок. Ребята, это еще один, это уже третий за сегодня. Вылетевший из Шереметьево в Болгарию вернулся обратно из-за предупреждения датчика о технической неполадке. Сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей. Приземлился уже, да. Боже мой, целый день, какой-то сегодня такой нелетный день. Эрдоган. Это спутник, агентство спутник сообщает, что Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией в Сирии. Ну, конечно, нет проблем. Они их просто шерстят, как хотят, раскатывают. А вот в Твиттер я зашел. Интересно. Не, не лезу я со свиным эмигрантским рылом в калашный ряд российской политики. Просто новости из Сирии. Смотрю и думаю. Ну, какой же он все-таки абсолютно кристаллически чистый наш Владимир Владимирович Путин. Долго и тщательно утюжил он сирийские города ракетами, стоимость которой, стоимость каждой из которых сопоставима с бюджетом небольшого города. Гонял за моря авианосец на мазуте и им же хреначил свои собственные самолеты. Пару раз захватывал и терял Пальмиру, превратил в пыль древний Алеппо, раздавал ордена и звания, топил ансамбль Александрова, ну и так далее. Результат. Пришел Эрдоган с метлой и за три дня все это умножил на ноль. Или Украина. До 2014-го она была полностью подконтрольна Кремлю с коммуняками во всех ветвях власти. И вдруг бац, путинская многоходовочка. Теперь это, слава богу, независимо от Москвы страна. Впендюрил какие-то немыслимые миллиарды для проведения зимней Олимпиады в субтропическом городе, но не смог правильно передать мочу. И победы отняли. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В чем успехи этого невзрачного дяденьки с глазами мертвой рыбы? Да? За что же его так долго и нежно любят соотечественники? За то, что хамон трактором раздавил, интернет отлучить собирается. Все правильно, ребята. Когда я прозевал гениальность Путина. Так. Тоже твиттер. Как это хорошо, что сейчас не лето. А то, представляете, какая бы хрень началась, если бы в Конституцию вносили поправку о том, что окрошка может быть только на квасе. Да, это вообще, это ураган. Так, семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета. Вообще семьям заблокировали. Как хотите, так живите. Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы. Выгода для бюджета от пенсионной реформы составила более двадцати миллиардов рублей. Блин, обобрали стариков и еще хвастают добычей. Удачный гоп-стоп. Да, сейчас пятьдесят миллиардов ЮКОСу выплатят, еще возраст поднимут. Так, в Смоленской области тут видео у меня. Женщина разбила служебную машину одной из сотрудниц сельской администрации, чтобы выразить недовольство работой чиновников. Да, вот ходит и молотком по машине хреначит. Даже какой-то типа топорика что ли. Это где-где? В Смоленской области. Да, ребят. Ну, в общем, вы все поняли, да. И у меня для вас сюрприз. Очень интересный ролик от нашего Юсифа «20 лет с камином». Он вообще показывает, что у него здорово, уютно дома. Посмотрите, берите пример. Ну, а я с вами пока попрощаюсь. До обеда. Пока-пока. С вами доктор Влад. Всем доброго дня. Вы опять на канале «Бакинские помидоры». Я приветствую наших подписчиков и гостей. Пожалуйста, садитесь поближе к каминчику. Как раз об этом камине я и собираюсь поговорить, который я сделал лет 20 тому назад. Я не буду говорить, как я его делал, поскольку в камине много разных, много информации. Вы спокойно можете это найти и прочитать. Я буду говорить совсем о другом. А именно. Недавно меня пригласили знакомые. Поскольку этот дом весь я построил сам, они пригласили мне показать свой новый дом, который они только строят. И когда я зашел в гостиницу, большой дом, красивый, большой, почти олигархи. Камина я не увидел. Потом до этого меня тоже приглашали тоже посмотреть. Ну и чтобы просто я мог как бы взгляд со стороны, свежим взглядом посмотреть и дать какую-то оценку. И тоже камина не увидели. Тоже расстроился я. И еще у меня были пару таких случаев. И я понял, что многие не понимают, для чего нужен камин. Вы понимаете, поскольку сейчас системы отопления очень продвинутые, а камин дело неэффективное. Люди считают, а зачем нам камин? Это самая большая ошибка. Если вы посмотрите в европейских странах, у всех стоит камин. Камин это раньше делали для тепла. А сейчас камин делают не только для уюта. И основная прелесть камина, основное преимущество камина, что в комнате, где находится камин, всегда свежий воздух. То есть в этом помещении всегда не нужно проветривать... Вентиляцию. Да, вентиляция. Не нужно делать вентиляцию, всегда свежий воздух. Это основное преимущество. Вот обратите внимание, как у нас находится диван сейчас. Он находится приближен к камину. Для чего это? Потому что мы в зиму это всегда делаем. Летом мы сдвигаем диван вот в этот угол, в стенку. И он находится там. А зимой он находится здесь. Это и уютно, и гораздо теплее. Поскольку мощность излучения от камина и вообще мощность излучения светового потока обратно пропорциональна к квадрату расстояния. И еще отопление нужно прогревать всю комнату, а камин прогревает локально. То есть если вы пришли с холода и хотите быстро прогреться, идеально это сесть у камина. Кроме этого дивана, у меня есть еще вот такой вот пуфик, который я хотел класть. Кладу ноги вот так вот. И придя с холода, прогреваю. Это не выпендрожь, друзья мои. Это очень удобно и очень правильно. Вот камин бьет локально, и он быстро прогревает тело инфракрасным излучением. Вот в основном об этом я хотел сказать. Есть еще масса других преимуществ камина. Уют, там всякие, ну удобно собираться. И это наше любимое место. Не только, как... Греет не только физически, но и духовно. Да, но и духовно греет. И основное наше рабочее место, вот благодаря вот этим столикам, которые очень удачно придумала моя супруга. Это, в принципе, ее место. Сейчас я на нем сижу. Она снимает? Да вот она сейчас вышивает свою картину. А вот так мы с моей подругой пьем супругой, подругой пьем чай. И около каминчика. И смотрим доктора Влада. Всем рекомендую. Я работаю вот здесь. Всякие у меня это, клавиатура здесь, чертежи, там, бумаги. Вот мы ничего здесь не меняли. Вот как есть, так есть. Единственное, я развалившись вот здесь работаю. Вот так вот. Ну, когда как. Да, всем спасибо. Вы были на канале Бакинские помидоры. Приходите в гости на канал еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!